Вот что на сегодняшний день происходит? Вы видите, как в трёхлетней годовщине Майдана власть пытается сделать сакральные жертвы в лице той оппозиции, которая осталась, не убежала из страны, которой действительно нельзя ничего предъявить, но власть приняла массу изменений к законодательству, по которым можно сделать заочное судочинство. Никого из тех, кто на сегодняшний день убежал из страны, их не осудили. Мало того, придумываются всё новые и новые причины, почему этого не делается. При этом разворачивается тотальная борьба и тотальное уничтожение оппозиции внутри страны. И нам говорят, вы это не можете, вы не можете сидеть в президиуме парламента, вы не можете открывать рот, давайте вы нам нашлёте звёзды, жёлтые. Причём тут до Майдана, речнице Майдана, то, что вам не дают больше президента. Одну секундочку, я хочу... Что вам не дают больше ставить портфель в руке, причём? Сергей, одну секунду. По сравнению с тем, вы сидите белые и пушистые, как нас мочит власть действующая, батьковщину. Назовите мне хоть одно из обещаний Майдана, которое выполнено, и не хотите ли вы сказать, что вы не несёте за это ответственностью? Вот какой это ответственностью? Вам не кажется, что-то... Вы потеряли свою жизнь. Вы потеряли всю жизнь. Вы сделали людей нищими. Это главный вопрос. И кто за это ответит? Вы не поместите, а вы не... Вот в этом...